МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа Итоги недели в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Оп, стихот поставил новую. Фары в кабине, маленьчика, чуть другое сделали. А так в основном без изменений. Коммунальные службы получили новую технику. Инженер-конструктор, инженер-технолог, токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением. В Люберцах провели ярмарку вакансий. Мы очень рады, что дети по-особенному относятся к тому, что сейчас происходит. То есть реакция потрясающая. И мы рады, что мы сделаем эту инфоподдержку. Проект киноуроки в школах России запустили в округе. Ни ноги попробуйте поставить. Еще раз. Пауэрплей. Почему заниматься скалолазанием полезно и когда лучше отдать ребенка в секцию, расскажем в финале выпуска. А теперь обо всем подробнее. В Люберецкой администрации прошло еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались у руководителей структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За отчетный период в округе возбуждено 31 уголовное дело. 23 из них раскрыты по горячим следам. Совершено 245 ДТП, зафиксировано 3 пожара. Аварийных отключений на объектах тепловода и электроснабжения не было. В этом году в округе капитально отремонтируют 61 многоквартирный дом. Перечень работ утвержден. Ремонт кровель, фасадов, подвалов, фундаментов, внутридомовых инженерных систем. По данным категориям, планы, графики работ все размещены на сайте Люберца ИРФ в разделе ЖКХ. Можете пройти, ознакомиться и узнать, в какие сроки будут ремонтированы ваш дом. В рамках госпрограммы отремонтируют 141 подъезд, 45 уже в работе. Заменят 16 лифтов. Работы по содержанию дворовых и общественных территорий проводят в плановом режиме. На контроле профилактика железнодорожного травматизма. За прошедшую неделю проведено 12 рейдов, 85 нарушителей были оштрафованы и проведено 113 профилактических бесед. Случаев травмирования и смертельных случаев на железной дороге допущено не было. За прошедшую неделю на штрафную стоянку примещено 201 транспортное средство. К административной ответственности привлечено 23 водителя и общая сумма штрафа составила 649 тысяч рублей. На совещании обсудили вопросы уборки снега и наледи, вывоза мусора, ямочного ремонта дорог и очистки Малаховского озера. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Знак отличия за достижения в спорте глава округа вручил воспитаннику люберецкой спортшколы Артему Баркову. На всероссийском первенстве по лыжным гонкам среди юношек спортсмен завоевал две золотые медали. Победил в гонке на 10 километров и спринте коньковым ходом. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В округе продолжается капитальный ремонт МКД. В региональную программу вошли не только плановые дома, но и аварийные, которые требуют незамедлительной реставрации. Такая многоэтажка есть в поселке Красково на улице Лорха. Жилой дом заселили в 2008 году, однако из-за недобросовестного застройщика в нем требуется провести большую работу. Реставрация этого 16-этажного дома началась летом прошлого года. Из-за трещин на фасаде пришлось демонтировать кирпичную кладку. Чтобы укрепить здание и утеплить его, было принято решение установить вентилируемый фасад. Для облицовки выбрали керамогранит. Дом проблемный и сложный, поэтому весь процесс ремонта под контролем жителей и властей. Такие серьезные работы фактически проводятся на территории городского округа впервые, так как застройщик, который вводил дом в эксплуатацию и строил этот дом, нарушил все технические регламенты, которые возможно было. С активистами дома мы обсудили все замечания. Поставлена задача подрядной организации, во-первых, предоставить все документы, навести порядок на строительной площадке вокруг дома. Будут демонтированы все бытовки, конструкции, которые были смонтированы для сварки, для вязания арматуры. Все это будет убрано. И главная задача, которую поставили перед подрядчиками – завершить ремонт этим летом, чтобы следующий отопительный сезон жители встретили в комфортном, теплом и безопасном доме. Луиса Эгия, Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. День работников жилищно-коммунального хозяйства отметили в России в 3 воскресенья марта. Поздравить с профессиональным праздником сотрудников Люберецкого водоканала приехал глава округа Владимир Волков. Спасибо вам за вашу работу, спасибо за ваш труд. Желаю только каждому человеку лично, каждой семье развития, процветания, здоровья и тех планов, которые вы перед собой ставили, чтобы они все сбывались. Люберецкий водоканал – одно из крупнейших ресурсоснабжающих предприятий округа. На торжественном собрании сотрудников отметили наградами. Плотника 5-го разряда Валерия Васенина, почетные грамоты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Совсем не скучный коллектив, скучать совершенно некогда, потому что плотник регулярно получается один на весь водоканал. Так что общаться приходится часто со многими. Праздники уходят, а работа останется. И мы, надеясь на то, что останемся и будем работать, помогать водоканалу, устранять всякие недостатки. Централизованное водоснабжение в Люберцах появилось в 1927 году, когда была пробурена артезианская скважина, построены водонапорные башни и проложены первые метры водопровода. Система с каждым годом развивается. Бурят новые скважины, строят водозаборные узлы. Какой бы праздник ни был на календаре, у нас всегда рабочие дни. Мы не можем остановить рабочий процесс ни на минуту. Кто-то в выходной, кто-то на смене, но всегда бригады аварийно-диспетчерской службы в рабочем строю. В случае возникновения аварийных ситуаций, ребята всегда выезжают, устраняют, возвращаются на базу. В Люберецком водоканале работают 639 человек. Предприятие эксплуатирует и обслуживает 26 водозаборных узлов, 75 артезианских скважин, 45 канализационных насосных станций, 17 станций обезжелезивания и более 800 километров водопроводных и канализационных сетей. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. Также поздравления и слова благодарности за нелегкий, но очень важный труд приняли сотрудники ЛГЖТ. В самой крупной управляющей компании городского округа работает более 400 человек. Лучшие представители профессии получили заслуженные награды. В это предпраздничное утро, временно покинув свои рабочие места, сотрудники ЛГЖТ собрались в конференц-зале. День работника ЖКХ – одна из тех дат, которые объединяет и без того сплоченный коллектив. Об этом говорил каждый, кто пришел поздравить с профессиональным праздником. Тепло в доме, комфорт, уют и хорошее настроение зависит всегда только от того, как поступает теплоноситель, вода, как убирается подъезд, какое отношение и как старший по дому, бригадир на данном участке, либо руководитель ЖЭО, как он улыбается, как он общается с людьми. Если контакт есть, значит, все понимают, что они заботятся. Это предприятие, которое сегодня я имею в честь возглавлять, сделает все, чтобы не подвести вас и наш округ. Мы одна команда, мы занимаемся общим делом. Те дело, которым мы занимаемся в сельском коммунальном хозяйстве, это не зря наш профсоюз, называется профсоюз «Жизньобеспечения». Показатель профессионального и сплоченного коллектива – люди, работающие в нем не один десяток лет. Зоя Родина в ЛГЖД уже четверть века. Верна своему делу и коллегам, которые стали для нее второй семьей. Это ответственная работа, это ответственность перед нашими жителями. Я всех хочу поздравить с этим замечательным праздником всех работников жилищно-коммунальной сферы. И поблагодарить наших жителей, чтобы они были всегда довольны нашей работой. В честь праздника сотрудников ЛГЖД наградили благодарственными письмами губернатора Московской области и главы Люберец. Лучших представителей компании отметили также депутаты Московской областной думы и народные избранники городского округа. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В преддверии субботников городской округ получил новую коммунальную технику. Такой подарок преподнесли в рамках государственной программы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Подробности в сюжете моих коллег. Десять тракторов пополнили арсенал Объединенного комбината благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Это предприятие обслуживает территорию всего городского округа. В зоне его ответственности общественные пространства, дороги и тротуары. Теперь эта техника будет задействована в работах в любое время года. Это МТЗ-82. Она полностью оснащена всем новостным оборудованием. То есть это отвалы, щетки, бочки, фрезы для фрезеровки асфальтов, пескоразбрасыватели для обработки тротуарной сети в зимний период. Дополнительно она оснащена бочкой. Бочка для воды. То есть, соответственно, это будет проливка тротуаров и подметание. То есть удаление смета той грязи, которая накопилась за период зимы. В копилке спецтехники еще одна автовышка. Длина стрелы – 32 метра. Она также может работать как в зимний, так и в весенне-летние периоды. Во время морозов с помощью нее будут сбивать сосульки. А сейчас техника поможет спиливать аварийные деревья и обслуживать систему освещения. Ключи от новых тракторов и автовышки водителям вручил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Ключи вручаются водителю. Оптику поставил новую. Фары в кабине маленечко чуть другое сделали. А так в основном без изменений. Нравится. Вот все удобно, все хорошо. Сразу после вручения ключей техника разъехалась выполнять свою работу. Всего на балансе объединенного комбината благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 31 трактор. Луи Саеги Азаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В конце января подрядная организация приступила к очистке Малаховского озера. Этот проект включен в госпрограмму «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы. Ход проводимых работ проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Очистка водоемов – процесс достаточно длительный. На данный момент на Малаховском озере проходит первый этап работ. Подготовка к спуску воды. На это специалистам понадобится еще около месяца. Экскаватор производит работы по устройству обваловки. Когда контур замкнется, внутри будет откачана вода, и туда зайдут рабочие уже на сухую территорию, чтобы устанавливать оборудование, которое позволит спустить воду из озера в соответствии с проектом. Мы с вами будем наблюдать их, будем видеть не под водой, а прямо глазами увидим, как чистится озеро. Расчистка идет только в пределах водной глади. Со дна Малаховского озера поднимут около 145 тысяч кубометров ила. После того, как специалисты уберут все отложения и мусор, водоем станет глубже и, самое главное, чище. Конечно, проект экологически серьезный. Озеро не чистилось в таких объемах. Очистка была в середине 20 века, но с этого момента фактически ничего не происходило. Конечно же, после этого озеро обновится, будет абсолютно чистая вода. При каждом этапе работ учитывают мнение жителей. Масштабная очистка Малаховского озера завершится в конце октября следующего года. Весь процесс будет проходить под пристальным контролем рабочей группы. Луиса и Геосарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах работает комбинат экологического обслуживания. Здесь утилизируют и перерабатывают старые автомобильные покрышки, масляные фильтры и электротехнику. С рабочим визитом предприятие посетил глава округа. Комбинат экологического обслуживания работает с 2001 года. Мы на этой площадке с 2002 года... Бытовые и промышленные отходы сюда привозят каждый день. Старые автомобильные покрышки на комбинате проходят весь цикл механической переработки. В процессе приема шин мы смотрим, чтобы не было содержания металла в этих шинах. Я имею в виду арматуры, крупные болты для того, чтобы не испортить оборудование. Первый шрейдер, которого сейчас перед вами представим, он их рубит на лапте так называемые. И здесь получается первичная переработка, которая рубит на лапте. И первый магнит, который отделяет кордовую проволоку от шин. Далее сырье измельчается. Оставшийся металл и текстильное волокно отсеиваются. И резиновая крошка по транспортеру отправляется на сортировку. А это уже финальная стадия переработки шин. Вот такая мелкая крошка идет на производство основ для детских и спортивных площадок, для беговых дорожек, для мягкой черепицы и даже для ковриков, для автомобилей. В весенне-осенний период на предприятии перерабатывают до 50 тонн покрышек в день. Из 10 килограммов цельной резины получают 8 килограммов крошки. Перед тем, как отработанные масляные фильтры для двигателей пустят на переработку, их погружают в пресс-машину. Несколько минут и процесс завершен. Спрессованные металлические корпуса отправляют на дальнейшую переработку. А моторное масло очищают, путем нагрева отделяют от воды и закачивают в резервуары. В прошлом году был принят федеральный проект экономика замкнутого цикла. И актуальность возвращения ресурсов, которые содержатся в отходах, разного рода отходов, которые мы потребляем, которые образуются на промышленных предприятиях, стала для всех очевидна. И тот технологический задел, который мы имеем, он стал востребован еще больше. На предприятии производят и утилизацию электронного оборудования. Детали, полученные при разборке, тоже приобретают новую жизнь. Два раза в год администрация городского округа Люберцы совместно с Центром занятости населения проводит ярмарку вакансий. Это мероприятие помогает найти работу рядом с домом и в сжатые сроки решить вопрос с трудоустройством. Очередная встреча работодателей и потенциальных сотрудников прошла в Триумфе. Там работала съемочная группа нашего телеканала. На одной площадке представители 30 компаний, которые готовы взять в свою команду новых сотрудников. Сфера деятельности работодателей разнообразная торговля, здравоохранение, до промышленности и производства. На предприятии «Звезда» сегодня открыто около 20 вакансий. Инженер-конструктор, инженер-технолог, токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением. Люди спрашивают, вот подходят, буквально секунда-две проходят, и новые люди подходят. И есть очень много желающих к нам прийти. Всего в базе Люберецкого центра занятости 1017 вакансий. Большая часть по рабочим профессиям. Среди самых востребованных – швеи, слесари, токари, водители и почтальоны. Сегодня у нас присутствует тут мой бизнес, который поможет, проведет консультацию. Если кто-то не сможет вдруг найти себе работу, но захочет открыть собственное дело, помогут составить бизнес-план, подскажут, какие финансовые средства и субсидии могут получить из бюджета на открытие собственного дела. Благодаря работе центра занятости населения в городском округе удается сокращать численность безработных. Если в начале 2022-го их было 1090, то на сегодняшний день в поисках работы 569 человек. Центр поддержки участников СВО и их семей с очередной проверкой и словами благодарности посетил председатель Совета депутатов Люберец Владимир Ружицкий. О развитии центра и его ежедневной работе в следующем сюжете. Помещение Центра поддержки участников СВО доверху заполнено вещами, продуктами и предметами личной гигиены. Тут коробки от депутатов Люберец, предприятий казачьего корпуса и жителей округа. Волонтеры на своих местах отвечают на телефоны и звонки, оформляют заявки, сортируют груз. Я благодарен сегодня нашим волонтерам. Вот в этом центре сегодня работает молодежь, молодежное крыло партии «Единая Россия», где уже люди, молодые ребята набрали опыта, есть понимание, что нужно делать, какие слова найти. Потому что очень часто в таких ситуациях очень важно, как человеком поговоришь, как человека примешь. Алина Тимирбаева вместе с мужем Алексеем в это непростое время тоже не смогли остаться в стороне. Создали телеграм-канал «Своих не бросаем», кинули клич, организовали волонтерскую группу и возят гуманитарную помощь в Донбасс. Я не представляю, как по-другому. Мой муж там 2-3 дня, и я волнуюсь. А чьи дети, сыновья, мужья там, конечно, они живут в каком-то другом измерении, нежели мы сегодня здесь. Хочется, чтобы больше людей понимали, что это мирное небо, которое сегодня у нас есть, благодаря тем ребятам, которые там терпят неудобства, страхи, переживания, разлуку с близкими. В городском округе Люберцы более 500 семей мобилизованных. Им оказывается юридическая, материальная и социальная помощь. А из этого Центра поддержки участников СВО с момента его открытия в октябре прошлого года уже отправлено более тысячи тонн гуманитарного груза. Стартовал проект киноуроки в школах России. Он нацелен на воспитание в детях лучших человеческих качеств. В течение 11 лет каждый месяц школьникам будут показывать 99 тематических короткометражек. Первые фильмы уже просмотрены и их обсудили ученики 16-й гимназии. Если бы мы с вами каждый день четко понимали, вот я сейчас испытываю качество милосердия, а вот сейчас сострадание. И это разные качества. Это вообще разные качества. Перед началом показа несколько вступительных слов от создателей проекта и о том, ради чего он создан. В фильмах отражены лучшие человеческие качества. Доброта, честность, искренность, трудолюбие, ответственность. Для меня такая встреча всегда очень ценная тем, что я могу пообщаться с детьми, я могу послушать, о чем они не декларируют, а рассуждают. Сегодня была встреча с маленькими детьми. Мне понравился, что один мальчик сказал, что такое благородство. Он сказал, это когда спасти принцессу. Знаете, вот иногда такие реплики, такие понятия у детей, это очень важно, когда они именно так выражают мысли. Это очень искренне. Школьникам предложили обсудить не сам фильм, а качество, которое в нем раскрывается. Ребята рассуждали о дружбе, справедливости, внимательном отношении к людям. Нам показали фильм про качество, осознанность. Было очень интересно. Главный герой понял, ну, осознал, что надо ценить людей, то, что можно уметь любить. Очень интересно было. Я бы с радостью это каждый раз смотрел бы и ждал бы с интересом. Проект нацелен на воспитание у школьников внутренних духовных качеств личности, которые влияют на формирование объективной оценки собственных и чужих поступков, а также их последствий для человека. Мы считаем, что это очень важно, потому что именно таким образом формируются лучшие человеческие качества. Какие поступки нужно совершать, а какие не совершать, какие человеческие качества важны в сегодняшней жизни. По словам организаторов, школьники, воспитанные на духовных ценностях исторического и культурного наследия, станут мощной опорой для развития и укрепления государства. Киноуроки проводят во многих городах России. Теперь проект реализуется и в Люберцах. Мы решили поддержать, дать эту информационную поддержку у нас в Люберцах. Вознакомили с разными школами, директорами. И сегодня вот стартует этот проект именно в гимназии 16. Мы очень рады, что дети по-особенному относятся к тому, что сейчас происходит. То есть реакция потрясающая. И мы рады, что мы сделаем эту инфоподдержку. В рамках проекта подготовлены 99 фильмов, которые объединяет одна идея – показать лучшие человеческие качества. Киноуроки в 16-й гимназии будут проводить каждый месяц в течение 11 лет. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Девять лет назад Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации. Исторический документ был подписан 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Московского Кремля. По случаю воссоединения полуострова с Россией во многих городах прошли праздничные концерты. Люберцы не стали исключением. Парк «Наташинские пруды» стал главной площадкой праздника. С утра волонтеры вручали ленточки цветов российского триколора, поздравляли и желали хорошего настроения. Люберчане чувствовали свою причастность к празднику. Хорошим, позитивным. Рады, что 9 лет назад Крым присоединился обратно к России. Это просто когда-то все эмоционально, правда. Прекрасное выступление. Все хорошее. Россия, только шарел в углу, а вы не виды. Все, что помогло, я. Россия, это злой меч, честный парк. Автор и исполнитель Константин Шевченко – постоянный участник патриотических концертов. Зрители его тепло принимали в разных городах. А недавно артист вернулся из Крыма. Я был в Крыму и видел, что люди в восторге. Местные жители в восторге от того, что они соединились с Россией, с нами. Впечатление, как будто это только что произошло. То есть радость не уходит. Счастье в том, что мы все вместе. И Крым наш. На катке в Наташинском парке тоже многолюдно. Пока погода позволяет. Ветеран футбольного клуба «Спартак» Владимир Малахов сегодня на коньках. Настроение шикарное. Погода шепчет прекрасная. День хороший. Сегодня 9 лет, как Крым к России присоединился. Все вернулось на Крыму. И своя. Он был нашим и остается. В творческой мастерской открыли фото-выставку, посвященную воссоединению Крыма с Россией. Для детей организовали мастер-класс и провели урок истории. Первое вхождение Крыма в состав России у нас произошло 8 апреля 1783 года. Как написано из манифеста Екатерины II. Именно в Крыму, в Херсоне-Таврическом, в 988 году принял крещение князь Владимир. Рассказали ребятам о Крымской войне, о героической обороне Севастополя в годы Великой Отечественной. И о том, что на референдуме, который прошел в 2014-м, 97% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. В конце марта в России и во всем мире отмечают День поэзии. В учреждениях культуры прошли творческие мероприятия, которые объединили талантливых авторов и любителей литературы. А в одной из таких встреч, которая прошла в библиотеке Бригантина, наш следующий сюжет. «Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе». Это не просто чтение всеми знакомых стихов о мини-спектакле, с помощью которого передается смысл произведения. Известные стройки исполняют профессиональные актеры театров. Каждое выступление сопровождается музыкой и овациями зрителей. «Я скажу вам огромное спасибо, потому что мир, я так вот смотрю уже из высоты своих лет, из всего того, что мне удалось читать, изучать, смотреть, общаться с людьми и более старше меня, мир, он, к сожалению, жесток. И вот в этом жестоком мире, конечно, есть люди, перед ним снимаем шляпу, низко кланяемся, которые каким-то образом могут словом украсить это происходящее». «Пригласили именно профессиональных актеров нашего Люберецкого городского округа, театра «Ветроперемен», театра «Чердак». «Московского академического» у нас один актер тоже проживает в нашем округе, и он согласился принять участие в нашем мероприятии». Всемирный день поэзии – праздник, который ежегодно отмечают в библиотеках городского округа Люберцы. Каждый раз организаторы ищут новые форматы, чтобы сделать настоящий подарок ценителям литературы. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел региональный этап всероссийских соревнований среди школьных спортивных клубов. Восемь команд из различных уголков Подмосковья в течение двух дней боролись за право представить регион на федеральном уровне. Площадкой проведения соревнований стала 51-я школа. Открытие соревнований школьных спортивных клубов началось с торжественного построения. Колонну каждой команды возглавляет знаменосец с российским флагом. Сегодня этим ребятам предстоит отстаивать честь своего городского округа. Перед тем, как попасть на эту площадку, они прошли отбор. Победили на школьном и муниципальном этапах. Я думаю, у нас отличная команда, поскольку мы собрали ее из нескольких классов, и я полностью уверен в них. Надеюсь, мы выиграем. Мы приехали с городского округа Коломна. Наша команда называется Метеор. Мы приехали играть в баскетбол, и в тегрегби будем потом играть. Кроме баскетбола и тегрегби, в программе соревнований шахматы, стритбол и интеллектуальный конкурс «Брейн Ринг» – это лишь некоторые из тех дисциплин, по которым деди готовятся в своих школьных спортивных клубах. Сейчас мы ведем работу, чтобы даже школьный гольф вошел в орбиту интересов школьных спортивных клубов. В любом случае, от школы к школе школьные клубы могут быть немножко разные. Это зависит и от интереса детей, и от возможности педагога, и от возможности школы. В любом случае, не изменен интерес школьников к спорту, к здоровому возжизни. Победители регионального этапа соревнований поедут в Краснодарский край. Всероссийский этап состязаний среди школьных спортивных команд пройдет в мае в городе Анапа. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Разновидность альпинизма, которая со временем переросла в самостоятельный вид спорта. После дебюта на Олимпийских играх в 2020 году в Токио, скалолазание становится все более популярным и приобретает новых поклонников. Подробнее об этом виде спорта расскажет наш корреспондент. Меняй ноги, попробуйте на старт поставить, пусть нет. Еще раз. Правой рукой. Девятилетний лев Рыбашлыков посещает занятия по скалолазанию уже второй год. Изначально цель была избавиться от страха высоты. Теперь, справившись со своей фобией, мальчик делает первые спортивные успехи. Стал выше лазать и лучше хвататься за зацепы. С трудом у меня получается перехватывать за зацепы. Особенно вот на такой вот стене, где можно только на руках удержаться, потому что ноги будут все равно слетать. С первого взгляда может показаться, что скалолазание и развлечение – увлекательная игра. На самом деле это спортивная дисциплина. Занятие начинается с нескольких этапов разминки и проходит под контролем тренера. Для каждого спортсмена своя стена препятствий в зависимости от уровня подготовки. Всего в скалолазании существует три дисциплины. Эти же дисциплины входят в олимпийский вид, в олимпийское направление. Это скорость, сложность и болдринг. У нас дисциплина болдринг. В болдринге вообще высота до 4,5 метров. У нас здесь около 5,5 метров. И толстые маты. Заниматься скалолазанием можно с 4-5 лет. Именно тогда у ребенка активно формируется двигательный аппарат и развивается координация. Но этот вид спорта предназначен не только для детей и подростков. Покорять вершины и с ловкостью забираться на высоту можно в любом возрасте. Луиза Игия, Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова